Да, да, пока нам они напишут, я хочу сразу вам задать вопрос по поводу того, что вы сейчас рассказывали. У нас возникло три позиции. Первая позиция такая, что зачем, почему, вот пишет Елена Купрянова, что вот вы говорите, что маму сделал сын жертвой, так пускай мама не хочет изменять сына, потому что он для неё зеркало, а нужно меняться самой маме. Это первая позиция такая в ответ. Вторая, да, Габриэла тоже присоединяется к вопросу в зеркале. Вторая позиция такая, конкретизирует Галина о том, что вот ситуация, парень этот, оказывается, ему 24 года, он нигде не учится, нигде не работает, а живёт на деньги матери. Да, он живёт на деньги матери, он требует с матери деньги и не просто на проживание, а на шикарную жизнь. Вот Юлиана добавляет, что дети стали взрослыми, забывают о существовании матерей. Но о зеркалах мало кто знает, что мы должны меняться сами. Ну, вот эти два подхода. И, конечно, у меня тоже есть точка зрения, я чуть позже её озвучу тоже. Но у меня, конечно, конкретная, конкретизация вот этой ситуации. Взрослый человек в семье, мужчина не работает, ну, понятно, что семьи у него своей нет ещё, он не работает, не учится, деньги по-прежнему берёт с мамы. Здесь не просматривается папа. Видимо, мама одинокая. И мама, вот его… Ну, у них вот сложились такие вот отношения. Тут опять возникает вопрос. Отношения сами по себе, а вот эти черты неизменяемые, это нечто другое. Вот если этот сын, у него есть определённые черты. Вот хотелось бы какие-то примеры. Вы говорите, неизменяемые черты — это что? Ну, например, храпит по ночам, или он такой весь шустрый-шустрый, бегает, 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 и этим раздражает своей активностью. Это неизменяемое качество, может быть, с активностью. Какие-то неизменяемые качества. Но здесь речь идёт, наверное, о том, что мама-то принимает эти неизменяемые качества. Но она именно отношения как-то построила неправильно. Ну вот. А дальше пишет про подлости. Это мы чуть позже тогда. Нет, я жду. Прямо подлости что-то мало. Людей, видимо, неинтересная история. Ну, тогда не будем, ладно. Про подлость не будем, раз не хотите. Поговорим тогда о примере, который нам Галина, да? Нет, так она пример-то как раз про подлости приносит. Потому что если взрослый мальчик с матери требует деньги и сделал её жертвой, то мама или со стороны люди воспринимают это как подлость, в общем-то. Тогда так, наверное. Да, мама в разводе, пишет Галина. Пишет, что предательство — это синоним. Но можно и натянуть, конечно, и предательство такое отношение сына, наверное, к маме. Ну, если дойдёмся побольше людей, напишут про подлость, и я всё-таки внесу своё определение, свою лепту попозже. Я же не просто так начал эту историю. И мы увидим, что, конечно, отношения, которые между вот этой в нашем примере, где мама с сыном 24-летней, к подлости не имеют никакого отношения вообще ни разу. И, друзья мои, хочу вам сказать, что вот этот пример, который мы сейчас обсуждаем, который поднялся тут, наболевший для Галины, он для психологов не является чем-то... Он очень-очень понятный, очень прозаичный. Это азбучные совершенно истории. И на ней, ну, что называется, для первокурсников психфака, разбор этих историй и ситуаций. Они очень просты. Вот всем хочу обратить внимание, что почему просты? Очень простое, на самом деле, взаимоотношение. И ключ к этому то, что маму этого мальчика, ну, мальчика уже мужчины, да, 24-летнего, все это ведь устраивает. Они живут в этом состоянии, в котором, ну, видимо, он почти симбиоз, эти отношения. Игра такая, да? Игра. Ну, оно их вполне. Они, может быть, и жалуются оба. Один жалуется, что у него нет там работы, другая жалуется, что он у нее деньги берет, там, не знаю, что не уходит куда-то в другое место, или женщину себя не нашел. Но это все жалобы, они просто сотрясение мозга, как перемигивание, понимаете? То есть они отношения не имеют ничего общего к реальным проблемам и конфликтам. Для них это не является проблемой. Потому что если бы была проблема, она же решается по щелчку. Вот посмотрите, мы все с вами со стороны здесь сидящие, но на эту ситуацию она, ну, яйца выеденного не стоит. Ну, кажется, она, ну, вот в наших семьях это невозможно ведь. Ну, как это можно себе представить? Она, кажется, очень странной, эта ситуация. Как такое может быть? А она, вот видите, она в этой семье конкретной, она не кажется странной. Она там, они живут уже сколько лет вместе, наверное, не первые десяток лет у них эта история продолжается и развивается. И это все их, конечно, устраивает в первую очередь маму этого человека, мужчину, парня. Маму устраивает. Не устраивало бы, ну, я уверен, что сто процентов наших слушателей эту ситуацию воспринимают как... Не сто процентов, потому что Юлиана, как раз которая не знает эту ситуацию, это не она ее описала, она со стороны говорит, циничное использование другого человека, это подлость на музею. Нет, она, наверное, Юлиана про синоним предательства. Я про подлость, конечно. Здесь-то где у нас циничное использование? Вы понимаете, коллеги, вот я хочу все-таки внести в ваш сумбур в головах очень понятную вещь, важную. Вы не путайте манипуляцию, когда бессознательно человеком пользуются. И их прописанные десятилетиями взаимоотношения в этой паре. Они же там открыты, эти отношения. Все же, они же всем открыты. Нету там никаких циничного пользования закулисного какого-то, манипулятивного, когда бедная мама не понимает, что с ней делают. Ну, окститесь. Поэтому всем... Мама не жертва. Не жертва. Нет, конечно. Она играет в эту игру. Да, удовольствие получает от этого. Если не дай бог он уйдет, она на себе волосы будет рвать. А он может уйти, потому что в таком возрасте он уже многие семью заводит, к девушке уходят. Я вот живу в Западном мире, в Новой Зеландии, да и вообще много мы путешествуем по западным странам, с западной культурой. Меня всегда это шокировало. То, что примерно после 16 лет по местному закону, ну вот по Новой Зеландии, по 16 лет — это тот возраст, когда ребёнок может жить самостоятельно. Это прописано в законе таким образом, что до 16 лет ребёнок, ну вернее, человек считается ребёнком. Его дома нельзя оставлять одного без присмотра. Если вы оставили ему 15,5 мальчика или девочку и ушли в магазин, и настучали в полицию соседи, то вас могут очень сильно оштрафовать и, в принципе, могут даже ребёнка забрать, потому что вы за ним не следите. Как только 16 лет ему исполняется, большинство здесь детей, мальчиков и девочек уходят из семьи. Они снимают квартиру, договариваются, девочки, человека 4 девочек, снимают квартиру, или мальчики договариваются, тоже человека 3-4 складчину, они снимают квартиру и там живут. Это не значит, что они там занимаются, бог знает чем, ужасным. Абсолютно нет. Девочки невинные католички, например. Боже, сохрани, никаких там нет этих ужасных компаний, партий. Нет, нет. Просто они начинают жить самостоятельно. Это в Западном мире так принято. Для меня, например, человека, у которого юность прошла в Советском Союзе, для меня это было очень удивительно. Но когда я посмотрела, в общем-то здесь из этих детей вырастают вполне самостоятельные люди, которые не поломаются, вот в канаве не умрут в бомжатском состоянии, потому что не в состоянии себе кусок хлеба заработать. Этого здесь нет нигде. Только если он сам хочет вести образ жизни хиппи, только тогда вы его в канаве можете увидеть. А так, в принципе, здесь люди очень самостоятельны по этой причине. А то, что вот сейчас рассказывает Галина Попова, ну да, в учебнике по психологии это вы везде можете прочесть. Написано, что в таком возрасте уже юноша с мамой не должен жить. Если их это не устраивает, если у них негласный договор, как сказал Сергей, о том, что это игра, в которой он соглашается ради матери оставаться жить рядом с нею, для того, чтобы в некотором смысле замещать отсутствующего мужа. Это вам любой психолог это расскажет. Психологически, потому что рядом с одинокой женщиной всегда есть некое пустое место. Это природное явление. Вот это пустое место очень часто замещается взрослым сыном. Но это не только психоанализ, это академическая психология, это же самое говорит. И поэтому бывают очень часто случаи, когда взрослый сын, вместо того, чтобы уйти на свободный хлеба, уйти жить с какими-то друзьями на съёмную квартиру, подрабатывать по вечерам, мыть посуду где-то себе на эту квартиру, искать себе будущую жену, он вместо этого на какое-то время остаётся жить с мамой для того, чтобы подставить ей плечо. И она не чувствовала себя такой одинокой. Ну не будут же они вслух всем рассказывать этот сценарий. Ну это же, наверное, стыдно, да, или как? Я не знаю, не принято у нас всем на углу кричать, что я живу с матерью, потому что я должен её развлекать вообще, быть рядом с ней, кто-то рядом должен, она одна бедная страдать будет. Поэтому они договорились друг с другом негласно, на каком-то полубиологическом уровне, о том, что он будет жертвовать своей взрослой жизнью ради неё, а она будет ему доволять. А она будет это оплативать. Всё просто. Причём она получает удовольствие от этого, что она оплачивает, и что рядом при ней ребёнок. Потому что сколько я встречала среди своих клиентов, одиноких женщин, в тот момент, когда от них уходит взрослый сын или взрослая дочь, уходят в свою семью, в другую квартиру, и она остаётся одна. Это непередаваемый кошмар и стресс. Это что-то ужасное. Это на уровне такой чудовищной ситуации страдания для женщины, когда она действительно ломается и погружается в депрессию и вынуждена иногда идти к врачу за антидепрессантами. Сплошь и рядом. И девочка, когда уходит, выходит замуж, и мама остаётся одна. И мальчик, когда уходит на своё... А это, кстати, отдельная тема может вполне себе потянуть на нашу встречу. А что делать вот потом, когда взрослые дети уходят? Как вы думаете, такую тему разработать и обсудить с нашими слушателями? Я думаю... Наши слушатели... Да, Сергей, наши слушатели прямо нам поставили тему, которая их интересует. Как одинокой маме воспитать ребёнка одной? Это действительно очень практический вопрос, который всех интересует. Я думаю, что нам имеет смысл как бы в обратную связь вот этой просьбы сделать, может быть, встречу Сергея, как мы два психолога практики. Может быть, нам имеет смысл сделать вот такую беседу в эфире и взять совершенно конкретную ситуацию, если вы нам, дорогие друзья, её пришлёте, в которой было бы подробно описана ситуация, чтобы мы её разобрали и дали какой-то совет. Потому что сейчас, я не знаю, Галина, о ком она писала, но вот мы, в принципе, дали обратную связь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok